Азербайджан Во-вторых, я хотел бы сказать слова же Карпова Сергея Павловича, который был в этом году в Баку, и это была первая поездка его на Южный Кавказ, ему немало лет, и он во время встречи сказал такую вещь. Для России нужно и необходимо, чтобы каждый азербайджанец любил искренне свою родину. Если он искренне любит свою родину, и я еще раз повторяю, в этом слово искренне, мы можем любить себя, мы можем любить карьеру, к которой мы двигаемся, мы можем относиться к этому понятию формально, Но я хочу сказать одно, если на самом деле мы искренне любим свою родину, а любовь началась к родине, к любви своей матери, к своей улице, к своему дому, к дереву, которое растет рядом с этим домом, тогда мы можем быть истинными друзьями и России. Почему? Потому что тогда мы поймем интересы Азербайджана, и поймем, что эти интересы во многом совпадают с тем понятием, что необходимо нам дружить с Россией, просто необходимо, потому что Россия является нашим соседем. Если коротко посмотреть за 20 лет, что произошло, я хорошо помню 1991 год, декабрь месяц, вернее, я извиняюсь, январ месяц, а в декабре якобы мы получили независимость, я имею в виду Азербайджанская республика. В январе месяце, когда мы увидели город в Гвоздике, я не хотел бы, чтобы мы еще раз это видели, потому что Гвоздики были там, где была кровь. Вы знаете, что 20 января туда вошли войска. Мы говорим о территориальных проблемах, их было бы намного больше, и желали многие страны, чтобы их было больше. Это была бы территория в отношении 100 километров от Баку, Талыш-Муганская республика. Это была бы проблема с Хаварсами, это была бы проблема с Лизкинами. Но пришел человек, и благодаря нам повезло, и благодаря не только ему, и тем людям, которые стояли рядом и сегодня управляют республикой, но благодаря именно первую очередь ему мы смогли сохранить свою территориальную целостность. Во-вторых, мы были не в экономическом кризисе в 1993-1994 году, а в 1995 году это был уже экономический коллапс. Миллионы людей уезжали из Баку, миллионы. И здесь я хочу сказать огромное спасибо российскому государству и российскому народу, потому что эти люди уезжали не куда-нибудь, а именно в Россию, и здесь нашли рабочие места. Что для азербайджанцев найти рабочее место и обеспечить своей семьей, ну, вы не мне вам говорите. Это самое главное для мужчины. Поэтому я неоднократно говорил, еще раз говорю, азербайджанцы этого не забудут, азербайджанцы благородный и благодарный народ. И никогда они этого не забудут. Слава Богу, сегодня экономика уже не просто восстановлена, сегодня Азербайджан дает 85% ВВП Южного Кавказа. И сегодня Азербайджан на самом деле экономический лидер, можно сказать, региона, я имею в виду Южного Кавказа. Также на сегодняшний день удалось нам сохранять ту стабильность политической власти, которая сегодня есть, потому что без этого ничего невозможно делать, никакую экономику развивать нельзя. Можно долго говорить, но я хочу заканчивать и хочу в конце своего выступления отметить то, что я очень рад, что Азербайджанская студенческая организация выросла до такого уровня, что Азербайджанская студенческая организация сегодня заключает соглашение с историческим факультетом МГУ. Поверьте мне, что это огромное достижение. Я тоже был студентом вот этого факультета, но я мечтать не мог, что может быть у нас у азербайджанцев такая структура, которая и будет иметь возможность заключать соглашение о сотрудничестве на уровне исторического факультета. Это очень большое дело. Во-вторых, хочу предупредить вас, что исторический факультет и вообще МГУ всегда отличался тем, что МГУ был многонациональным. И никогда не чувствовал представитель любого народа здесь каким-то чужим. МГУ имело такую ауру, что здесь все чувствовали себя великолепно. Это государство в государстве, город в городе. Это великий студенческий город. И исторический факультет один из лучших факультетов. Я хочу сказать, что та дружба, основа дружбы, которая закладывается в студенческие годы, они закладываются на всю жизнь. Конкретный пример это то, что я сижу рядом с Власовым. Конкретный пример, что сидит за этим столом советник по политическим вопросам, посла АСФ. Это все, и много можно об этом говорить. Я хочу сказать, что я очень хочу, и я уверен, что именно это будет продолжаться, вот эта преемственность в отношении. И мы готовы поддержать и помочь делать реальные дела, конкретные дела. Я думаю, что здесь представители очень серьезной структуры Всероссийского Азербайджанского Конгресса. И их присутствие здесь тоже еще раз говорит, что есть силы, которые нас поддержат, и мы правим пути.